Всем привет! У нас сегодня очень важный день на ферме. У нас сегодня должна быть, вот я уже готова, в общем, вся во все оружие, обработка, получается, фермы от всяких насекомых. Мы держали же разных животных и сейчас держим. И каждый человек, кто держит хозяйство или ферму, сталкивается с проблемой, когда каждое лето, весну и осенью начинается вот этот лед мух, комаров, всяких различных, у кого-то и там клопы есть там куриные, блохи, в общем, разное. У нас такая проблема, у нас мухи, очень много мух и комаров. И поэтому сейчас вот потеплело резко и уже просыпаются мухи. Они уже видно, в общем, они вот там вот по углам просыпаются и потом еще садятся вот на глаза. Насекомые очень сильно мешают на хозяйстве, ну вот именно мухи, комары нам мешают, потому что они садятся, получается, вот сюда вот в глаза, откладывают там личинки, не только лошади, и коровам, и козам. Если какие-то царапины, не дай бог, там тоже они туда откладывают всякая нехорошая грязь, они мало того мешают, то есть когда что-то делаешь, убираешься, особенно вот когда при дойке, то есть ты доешь, и комары, мухи садятся, вот так вот облепляют, падают, значит, в молоко. В общем, это жутко неудобно, жутко нервирует и животных, и людей. А комары так они просто кусают, и то есть доводят животных до белого коленя. Также мы будем обрабатывать, вот хотим помещение обработать, и еще у нас отдельное вот помещение, где мы будем держать бройлеров, получается, где будем держать птицу на откорм, молодняк. Там мы тоже будем обрабатывать, потому что в прошлом году мы держали там на мясо, получается, бройлеров, и там тоже заселилось прям поколение такой мух, вот, которое, ну, в общем, тоже мешает, особенно когда наступает вот эта жара, и они кишат там вместе вот с этими молодыми птицами. Это тоже все очень неприятно, естественно, и птице неприятно, и работать неприятно, убираться. В общем, это надо уничтожать. Ничего сложного в этом нету, мы вот уже второй год покупаем такие препараты, альтоцит и агифлай, это российские препараты, приобрести их очень легко, использовать тоже легко, вот, даже наклейка осталась, сейчас век технологий, заказал, поехал, забрал. Мы раньше в город ездили, а сейчас у нас уже в соседнем поселке, в деревне, есть Валберис. Заказал, в общем, привез, и все, вот. Сейчас будем разводить. Препараты немножко разные, действуют, ну, действующие вещества разные, но в целом для нашей работы, то есть уничтожения, вот, на начальном этапе этих всяких паразитов и насекомых, они будут работать, вот. Одним препаратом мы обработаем, получается, ферму, где у нас вот лошади взрослые, козы у нас здесь были, а другим препаратом мы обработаем другое помещение, где уже будет молодняк, получается, на мясо у нас выращиваться. Все, пошлите, у нас сейчас утро, начинаем мы обработку с утра, для того, чтобы препараты все впитались, получается, в стены, там, в окна, в рамы и высохли, потому что очень важно, чтобы животные не имели контакт с вот этим препаратом в свежем, мокром виде. Вот, поэтому сейчас у нас утро, мы лошадей выпускаем из этого помещения и начинаем. До свидания. Еще очень важно снимать все вот эти вот контактные пищевые материалы, можно так сказать, с которыми животное контактирует, когда кушает или пьет воду. Вот у нас здесь, допустим, воды нету, то есть автопоилок, там, я не знаю, ведер. Если бы здесь стояли ведра, ведра надо убрать. Вот, соль мы сейчас развяжем, и вот этот рептух, они здесь сено едят, вот этот рептух тоже развяжем, и все. То есть нам надо обработать вот стены, пол, вот эти вот, вот эти вот стоячие, вот эти столбы, там мухи кишат. Ну, чтобы вот сюда не попадала жидкость для обработки, получается, альтицид, чтобы сюда не попадал. Вот, потому что животным ни в коем случае нельзя контактировать с водой, с кормом, чтобы туда попал этот препарат. Поэтому мы убрали лошадей, потому что, ну, им не надо присутствовать, на них же попадет, не дай боже. Вот, поэтому надо все это убрать, высохнет, и все. Это у нас второе помещение. Здесь, получается, у нас выращиваются на мясо молодая птица, ну, с возраста, там, птенцов. Вот, вот так вот оно выглядит. Это помещение мы будем уже обрабатывать агифлаем. Ну, вот тут сначала клетки стоят, потом, получается, они вот в такой общей массе растут. Надо обработать и вот окно, стены чуть-чуть, и дверные проемы. Вот, это мы вешали вот в прошлом году. Вот мухи это вот вешаешь, вот там еще одна у нас висит. Вот, несмотря на то, что все закрыто, и на окне у нас сетка, они все равно сюда проникают. Вот, и чтобы не было опять такого, надо, в общем, мы решили, надо обработать и пораньше это сделать. Так, что нам нужно для обработки? Очень важно это одеться так, чтобы потом не использовать вот эту вот одежду в кормлении животных. То есть вы с утра пошли обрабатывать, вот у нас с тепло, шапку я больше носить не буду. Я ее, я не знаю, постираю или что с ней сделаю. В этом я тоже никогда не кормлю. Вот, одели, потом это нельзя использовать, ну, потому что все равно оседает. Перчатки обязательно надо использовать и для альтицида, и для гифлая. Это все в инструкции написано, не мной придумано, но все-таки все равно химикаты, как-никак. Перчатки, это, в общем, для гифлая баночка. Баночку, естественно, потом выкидываем, не используем ее. Вот, это маску для меня на всякий случай. И это опрыскиватель уже для альтицида, чтобы, получается, опрыскивать все стены, поверхности. Здесь есть инструкция, внимательно читаем и разводим. Внимательно читаем. Вот, есть мерный шприц, значит. Мы сначала вот так вот разводим, чтобы размешалась такая вот там эмульсия какая-то, так сказать, пустоватенькая. Вот, здесь мы уже воду рассчитали, сколько нам надо. Потом ее зальем, получается, в распылитель. Вот, вот так вот. Смотри. Вот таким образом обрабатываем, получается, все поверхности и все. Вот такой вот штука, это все очень быстро, в общем, происходит. Но у нас помещение большое, поэтому мы уж не будем вам показывать, как обрабатываем 150 квадратов. Вот, на полу и на потолке. В общем, вот так просто все обрабатываем. Так, теперь мы приступаем к обработке помещения, где у нас выращивается молодняк, получается, на мясо. Вот, нам нужно приготовить тоже по инструкции. Разбавляем по инструкции. Вот, естественно, потом не используем ни эту банку, ничего. Все выкидываем. Все разбавили, а мазать будем вот этой кисточкой. Мне так удобнее, кому что, хоть не знаю, чем. Внизу. jagает блюдо, cuadра. Можно ли вы, пожалуйста, займите. так у нас обработка в общем закончена все эти перчатки вот это все что мы использовали ну кроме распылителя мы выкинем вот обработка в принципе делается очень легко препараты еще раз повторю мы использовали альтицит и аги fly не забывайте читать инструкцию все это размешивать и растворять по инструкции не забываем что препараты должны высохнуть то есть животных нужно из помещения убрать карма нужно прикрыть вот использовать средства защиты обрабатывает довольно легко любой человек с этим справиться главное читать внимательно инструкцию также понять для каких насекомых вы хотите использовать потому что в инструкции разный расчет потому что это не только от мух и комаров тут вот все что угодно если тараканы и клопы и блохи муравьи и шершни макрицы клещи но нам нужно было именно вот в общем от комаров и мух в этом помещении для каждых вот этих насекомых свое своя концентрация поэтому будьте внимательны настраивайтесь что обработка происходит очень легко и быстро и вперед всем желаю удачи вот и и мы тоже справились и идем обедать всем пока